Привет, друзья! Меня зовут Ксения Агеева. Я международный карьерный стратег и основатель платформы для профессионалов Кореорифта. И в данном видео хочу поговорить с вами о сезонности в поиске работы. Итак, давайте поговорим о том, одинаковый ли спрос на кандидатов в течение года. Я думаю, что многие из вас сталкивались с этой темой и задавали эти вопросы себе. И кто-то отвечает, что да я нахожу только вне сезон, а кто-то говорит, что я только в сезон. Поэтому я считаю, что действительно работу найти можно в любой момент, и здесь нет каких-то правил. Но, естественно, определенная сезонность и текличность существует. Мы про нее сегодня и поговорим. Первая половина года у нас началась достаточно активная. Это где-то ближе к концу января, и она идет до начала мая. Это тот период, когда достаточно много вакансий, когда кандидаты очень активны. И, соответственно, идет и увольнение людей по каким-то причинам. И, соответственно, вы можете найти хорошую работу. То есть это достаточно активный, хороший период. Ну, там у нас выпадает, если мы говорим про Россию, 8 марта, 23 февраля. Но это очень краткосрочный праздник, который не откладывает сильного отпечатка. Следующий сезон наступает у нас как раз после майских праздников до середины июля. В этот период уже меньше кандидатов, которые готовы искать работу. Почему? Те люди, кто уже запланирован отпускат, может быть, с семьями, они уже не готовы пересматривать свой график. И, соответственно, даже если они планируют менять работу, они будут делать это позже. Все еще на рабочих местах находятся руководители подразделений, рекрутеры ищут кандидатов, поэтому вакансий достаточно. И у вас всегда есть преимущество действительно найти работу именно в этот период, когда кандидаты другие не готовы менять в период отпусков свою занятость. Соответственно, следующий период, он у нас идет где-то, опять же, там, с конца июля по середину сентября, может быть, даже ближе к концу сентября. В этот период вакансий очень мало, но, опять же, они всегда есть, мы говорим о том, что их не бывает никогда такого периода, что вообще вакансий нет, но их намного меньше. И самое главное, что люди, которые лица, принимающие решения, то есть, возможно, какой-то руководитель, который будет говорить финальное слово, очень часто находятся в отпусках. Поэтому в этот период можно искать работу и можно даже найти интересные компании и уже начать проходить собеседование, но, скорее всего, финальные решения будут приниматься достаточно поздно. То есть, вы найдете работу уже или выйдете на работу уже где-то в сентябре, ближе к концу сентября. Следующий этап у нас начинается, естественно, с конца сентября и где-то, по сути своей, до самого конца декабря. Период тоже очень активный. Достаточно много кандидатов ищут работу. Даже выходят на рынок топ-менеджеры. Топ-менеджеры зачастую получают бонусы весной, поэтому они не уходят раньше с работы, со своего предыдущего места. Соответственно, летом они предпочитают отдыхать и потом уже с сентября начинать искать новую работу. Поэтому в этот период выходит на рынок достаточно большое количество топ-менеджеров. Соответственно, что еще? В этот же период есть вакансии, безусловно, но многие компании больше смотрят людей, смотрят кандидатов, чем берут на работу. То есть оценивают, прощупывают рынок, потому что эта система больше связана с бюджетированием. То есть, возможно, кого-то будут увольнять из компании, если не получилось что-то по KPI, и кого-то будут принимать в новом году. Именно поэтому это такой период, скажем так, прощупывания рынка. Поэтому вот такая сезонность у нас получилась. Но опять же, возвращаясь к тому, что у вас в голове должно быть четкое понимание, что вакансии есть всегда. Мы говорим сейчас о рынке труда в целом. Конечно же, есть еще своя сезонность отраслевая в каждой индустрии. Например, те, кто работает в туризме, знают свою сезонность. Те, кто работают в торговле, свою сезонность. В какое время больше нужны кандидаты, какие кандидаты и так далее. Но опять же, всегда есть вакансии. И я знаю клиентов моих, которые говорили, что всегда находили работу только в августе или только в конце декабря, когда вот прям уже конец года, никто не хочет искать работу. Поэтому, если вы понимаете, что у вас достаточно сложно найти работу, или может быть у вас просто очень большая конкуренция в вашей нише, соответственно, ищите работу, не делайте упор как раз в тот период, когда идет не сезон. То есть это лето и это, соответственно, декабрь. Если вы понимаете, что в принципе вы являетесь профессионалом достаточно сильного уровня и вакансии всегда, всегда есть вакансии в вашей сфере, соответственно, вы можете искать работу в любое время. То есть все это, все ограничения, как говорится, в нашей голове. Но мы понимаем, что есть определенные вещи, как я уже сказала, там декабрь, июль, когда просто, например, не будет лиц принимающих решений. Вот об этом я хотела с вами сегодня поговорить. Надеюсь, данная информация вам полезна. Поделитесь в комментариях, в какое время вы находили свою работу и ощущали ли вы на себе эту самую сезонность. А я с вами прощаюсь. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok